Продолжение следует... Ну, кто хотел, присоединился к нам. Начинаем мы сегодня с вами. Начнем с того, что хочу обратить ваше внимание на презентацию новинки комплекса Куркумин. Уважаемые коллеги, Куркумин – прекрасное средство. И Нитина Гравал, это управляющий директор Блиса Юрведа, производитель продуктов ТРАДА, будет проводить презентацию этой новинки. Ссылка на регистрацию вы можете найти в личном кабинете. У вас смотрите, присоединяйтесь. Очень интересный препарат. Вот ссылочка на регистрацию продублирована в чате. Обязательно зарегистрируйтесь, посмотрите. Очень интересный препарат. Мы о нем после презентации Нитина Гравала обязательно будем с вами говорить. Ну и немножко общей информации. Как у нас с вами будет все проходить. Вопросы, которые у вас будут возникать в течение презентации, пожалуйста, пишите в закладочку «Вопросы». Я в конце оставлю 5-10 минут и на них обязательно отвечу. Вот. Если я там что-то буду спрашивать, тогда мы с вами общаемся непосредственно в чате. Тема у нас сегодня с вами большая. Тема – это питание при заболеваниях ЖКТ. Наверное, самая такая распространенная. Мы сегодня с вами поговорим о том, что же кушать при воспалении, при гастритах, при язвах. Какое питание необходимо соблюдать при запорах, метеоризме и геморрое. А также, в общем, не будем, скажем так, рассматривать в целом все заболевания, которые есть при заболеваниях печени. В целом рассмотрим питание при заболеваниях печени. Вот. Давайте начнем. Расскажу о себе для тех, кто с нами сегодня впервые. Меня зовут Зубарева Светлана. Я сертифицированный специалист по Юрведе. Провожу вебинары, провожу семинары, провожу консультации. Вот. И сегодня с вами буду делиться вот этими знаниями. Начнем мы с вами сегодня про питание при гастрите. И что хочу сказать. Когда начала готовить информацию именно про гастрит, смотрела очень много источников в Юрведе, которые есть по этому заболеванию. И по сути информации очень-очень-очень мало. Расскажу, почему именно очень мало информации по такому распространенному заболеванию. У нас, наверное, каждый второй точно гастритом болел когда-то или в детстве, или в молодости, или сейчас. Самое распространенное, наверное, всех заболеваний, которые у нас есть. Вот. Объясню, почему в Юрведе очень мало информации про гастрит. Я уже неоднократно говорила про пищеварение. И все время про него говорю, что это самое важное, что у нас есть, что за пищеварением нужно обязательно смотреть. И вот задача нашей пищеварительной системы – это принять пищу, трансформировать ее, оставить необходимое, самое питательное и вывести ненужное. И вот пищеварительная система отражает состояние нашей психики. Вы тоже, наверное, уже знаете, что Юрведа очень тесно относится к психосоматике. И вот на уровне психики мы тоже принимаем информацию, трансформируем ее, оставляем нужное, а ненужное выводим или забываем. И вот именно гастрит в Юрведе – это психосоматическое заболевание. И Юрведа говорит, что как такового заболеваний тела не существует, что гастрит – это именно психосоматическое заболевание. Ну а если рассматривать классическое определение гастрита, это, конечно же, воспалительные или воспалительно-дистрофические изменения слизистой оболочки желудка. Какие же причины заболевания все-таки определяет наша медицина? Прежде всего, это переедание, стресс, курение, злоупотребление алкоголем, чрезмерное употребление раздражающей пищи, пищи с большим содержанием консервантов, таких как чипсы, кока-коло, различные сухарики. А Юрвед говорит, что это психосоматическое заболевание, то есть не переваривание ситуации людей или проблем. И вот именно когда человек сталкивается с какой-то проблемой, которую он долго не может решить, в кавычках, переварить, у него начинает возникать вот этот вот именно гастрит. И очень часто гастрит бывает у кого? Это у школьников и у студентов. Почему, казалось бы? Ну понятно, может быть и питание тогда ненадлежащее у студентов и у школьников, но основной момент, что они учатся и получают огромный пласт разной информации. Всю информацию усвоить и переварить они не могут. И на этом фоне начинает развиваться гастрит. Гастрит – это может быть дисбаланс павата и пита-доши. Основные принципы питания при гастрите. Давайте рассмотрим с вами. Это прежде всего питание должно быть небольшими порциями. Исключаем переедание. Между основными приемами пищи должно проходить 3 часа. И вот в эти 3 часа не должно быть никаких перекусов. Температура принимаемой пищи и напитков должна быть обязательно теплая, не горячая и не холодная. Холодная и горячая пища раздражает ЖКТ. Что еще очень важно? Это тщательное пережевывание пищи и режим питья. То есть пьем либо за 30 минут до еды, либо за 30 минут после еды. Либо во время еды можем запивать пищу теплой, либо горячей. Ну не горячей, да, скорее всего теплой водой, небольшими глотками. Какая же пища раздражает, да, может раздражать желудок? Это острые продукты, копчености, жирное мясо, жирная рыба, жирные молочные, кисломолочные продукции. Естественно, это все жареные блюда. Кофе крепкий, чай газированные напитки. Самое-самое, что это фастфуд и пища, которая содержит большое количество консервантов и красителей. Диета при гастрите. Лучше всего при гастрите пищу запекать, отваривать или готовить на пару. Что же разрешено? Разрешены супы, приготовленные на воде или на нежирном бульоне. Каши из цельнозерновых круп на воде, различные там кисели, компоты и сухофруктов. Фрукты вот лучше употреблять в запеченном виде. Так как я говорила ранее, что гастрит это у нас идет дисбаланс по ватадоши. Если вы помните, мы с вами когда разбирали питание для ватадоши, да, что нужно кушать, чтобы она не увеличивалась. И вы помните, что фрукты, особенно яблоки и груши, они могут увеличивать вату. В запеченном виде их ватность, да, как таковая воздушность уходит, поэтому лучше фрукты именно запекать, они так будут лучше усваиваться. Также рекомендуется нежирную рыбу запеченную или на пару, нежирный творог, нежирную сметану, нежирный кефир. Про кисломолочные продукты тоже говорю постоянно, говорю много и все равно буду говорить. Кисломолочные продукты все необходимо употреблять в комнатной температуре, ни в коем случае не холодные. Они амогенные, они вызывают большое количество слизи. И желательно их употреблять до обеда, ни вечером и ни на ночь. Что еще разрешено? Овощи, все различные кабачки, цветная капула, брокколи, морковь, картофель, тыква, сельдерей, петрушку и укропа и зелень. Что запрещено при гастрите, что может вызывать раздражение? Белокочанная капуста. Тоже помним, да, когда мы с вами разбирали питание по ватадоши, раз гастрит это у нас из баланса ватадоши, значит мы те продукты, которые увеличивают, исключаем. Прежде всего это салаты из белокочанной капуста, это свежий лук и чеснок, потому что они оказывают наиболее раздражающие воздействия на слизистую. Это баклажаны, цитрусовые, кофе, крепкий чай, алкоголь и курение, а также острые специи. Небольшое количество теплых специй, которые не острые, это такие у нас как фенхель, кардамон, их использовать можно. Настой из куркумы. Настой из куркумы. Берете 1 чайную ложечку куркумы, заливаете ее горячей водой 250 мл, настаиваете 2 часа, можно ее процедить. И принимать по 50 мл 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Куркума это вообще такой природный антибиотик, имеет очень много полезных свойств и оказывает заживляющее воздействие на желудок. Отвар из базилика. Берете 2 чайные ложки базилика, можно сухого либо свежего, на 300 мл воды, вскипятить воду, добавить базилик и еще немножко покипятить в около 5 минут. Потом снять с огня, настоять ее, процедить и очень хорошо при обострении гастрита, либо при каких-то хронических коликах, когда есть. И пить небольшими глотками в течение дня. Отвар из корней петрушки. Можно взять 2 столовые ложки измельченных корней петрушки, залить в термосе это все на 400 мл воды, настоять около 5 часов, процедить. И можно принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Здесь очень хорошо тоже при обострении гастрита, а также при особенно гастрит, когда с пониженной или с нулевой кислотностью идет. Если посмотрим по препаратам, конечно же здесь ЭУБЛИС. ЭУБЛИС для здорового пищеварения, он как раз у нас идет, полезен при эрозивно-язвенных проблемах ЖКТ и настраивает, как говорится, как все наше пищеварение, весь наш ЖКТ на правильную волну. Это из аюрведических препаратов отлично помогает, а также осигард. Осигард особенно полезен, когда есть рефлюкс изофагит, когда идет заброс, когда есть повышенная кислотность. Он здесь, конечно, играет огромную роль и помогает. А также, когда избавится от хеликобактер пилори. Очень часто сейчас хеликобактер пилори может тоже являться, скажем так, воспалением, то есть именно гастритной составляющей. Вот такие вот, собственно, простые правила можно использовать при гастритах. Идем дальше. Дальше мы с вами посмотрим по язвенной болезни и повышенной кислотности. Почему объединила вместе, немножко расскажу, потому что в принципе, что язвенная болезнь, что повышенная кислотность, дисбаланс идет, в основном, это дисбаланс пито-доши, и рекомендации будут у них одинаковые. То есть причины повышенной кислотности, это злоупотребление пряной, кислой, жирной пищи, алкоголь, переедание, неумеренное употребление сладостей, то есть это быстрых углеводов, тортов, пирожных и пирогов. И неправильное сочетание продуктов. Причины возникновения язвенной болезни, ну вот это вот тоже, да, все причины, которые перечислены при повышенной кислотности, плюс, конечно же, это стресс, беспокойство и переутомление. Вот, язвенная болезнь, повышенная кислотность, как я уже сказала, это является признаком выхода из равновесия питы в тонком кишечнике. Вот, при повышенной кислотности может она себя проявлять по проявлению изжоги, отрыжки кислым, а иногда тошнотой и даже рвотой. Соответственно, при язвенной болезни мы с вами видим такие факторы, которые еще могут быть, это стресс, беспокойство и переутомление. И сразу же это для нас звоночек, что не только пита выходит в дисбаланс, но и вата-доша тоже. То есть здесь она тоже может оказывать влияние. В редких-редких случаях язвенная болезнь может вызываться дисбалансом капхи. Это когда нарушение слизистой может происходить при нормальной или низкой кислотности. И недостаточная секреция желудочной кислоты приводит именно к застою пищи в желудке. Что может сопровождаться брожением, нарушением слизистой и в конечном итоге образованием язв. Но это бывает крайне редко. Что вот еще интересно, что, скажем так, в психологии описан портрет человека-язвенника. Вот именно, скажем так, язвенная болезнь, она характерна для людей, которые работают в очень сильном напряженном режиме. Которые в единицу времени пытаются сделать очень-очень-очень много какой-либо работы. И если они не успевают это сделать, у них возникает очень сильное беспокойство. То есть практически стресс. И такие люди, как правило, не умеют отдыхать, не умеют расслабляться. Они очень склонны к анализу, к критике. Они постоянно что-то анализируют и делают. В связи с этим могут пропускать приемы пищи, либо, скажем так, мало спать. То есть у них идет и нарушение по сну. И про таких людей еще говорят, что он горит на работе. То есть, соответственно, желудок у них тоже горит и развивается язва. Это вот если мы рассматриваем с точки зрения работы и психологии, психосоматики. Какую же диету мы можем порекомендовать при повышенной кислотности язвенной болезни? Назначается диета, которая снижает ПИТУ с включением кислотонейтрализующих продуктов, таких как молоко. Молоко является охлаждающим продуктом с точки зрения Юрведы. Очень полезно здесь будет топленое масло гхи, разваренные каши из цельных круп, рис басмати. Рис у нас тоже является охлаждающим продуктом. И очень полезен здесь сок алоэ. Конечно же, запрещено то, что раздражает слизистую. Это цитрусовые, бананы. Хотела немножко остановиться и рассказать по поводу бананов. Хотя они по своей сути сладкие, но они сладкие у нас, когда мы их кушаем. Когда у нас пища попадает в желудок, под воздействием желудочного сока, она тоже меняет свой вкус. И вот именно бананы под воздействием желудочного сока становятся кислыми. Это эффект после переваривания. Поэтому мы их исключаем. Исключаем йогурт, кефир, уксусы, различные маринады, алкоголь, острые специи и сухую пищу. К сухой пище тоже относятся, скажем так, плохо проваренные, те же цельнозерновые каши, плохо проваренные бобовые. То есть это тоже мы все относим к сухой пище. Также мы здесь учитываем и принципы приема пищи, которые были даны при гастрите. По сути они тоже такие, что пища должна быть обязательно теплой, небольшие порции, нету частых перекусов. То есть основное, если мы покушали, позавтракали, то следующий прием пищи через 3-4 часа. То есть обязательно не переедаем и тщательно пережевываем. Что можно из аюрведических препаратов посмотреть? Это, конечно, осигард. Мы его с вами уже сегодня разбирали. Это диарока и трифалакс. То есть они здесь очень хорошо подходят и помогают. Для лечения язвенной болезни необходимо, конечно, настраиваться на длительный прием препаратов. Это не только один месяц пропири. Это препараты, которые применяются до года. И соблюдение, конечно же, диеты. То есть здесь лечение будет более серьезным, чем при гастритах. Перейдем к следующему заболеванию. Питание при заболеваниях – это питание при запорах. Запор сейчас самое распространенное заболевание пищеварительной системы. Более половины, наверное, клиентов, которые приходят ко мне на консультацию, приходят с этой проблемой. Что такое запор? Запор – это нерегулярное опорожнение кишечника. Давайте разберем, что значит нерегулярное. В Юрведе запор – это когда опорожнение происходит не ежедневно. То есть опорожнение должно, как Юрведа говорит, должно происходить утром до еды. Это считается нормой. Какие же данные у нас, нам говорит ВОЗ? По данным ВОЗ, нормальным можно считать количество дефекаций от 3 раз в сутки до 3 раз в неделю. А Юрведа говорит, если 100 у человека 3 раза в неделю, это является очень сильной интоксикацией организма в целом. То есть нужно, чтобы было каждый день. Лечение запора – тоже процесс очень длительный. Это не просто выпили слабительные. Это и питание, и диета, и образ жизни, и физические упражнения в том числе. Слабительные вообще как средства, они снижают тонус толстого кишечника. И в итоге могут приводить к зависимости от этих слабительных средств. Ещё одна ошибка, которую очень много и часто используют при запорах – это клизма. То есть не устранение проблемы, не устранение, скажем так, причины, а начинают убирать просто последствия. Клизмы нарушают у нас деятельность опановаю и приводят к дисбалансу вата-доши. Что в свою очередь дисбаланс вата-доши, конечно же, может приводить к таким заболеваниям, а может приводить к потере веса. Может приводить к бессоннице, слабости, головокружению. А также может давать, собственно, неустойчивый стул, то запор, то диарея. В аюрведе считается, что лучше действовать более мягкими средствами и длительными, чем экстремальными средствами с экстремальными способами и быстро. Такими как слабительные, либо такие как клизмы. Причины возникновения запора, да, какие могут быть – это длительный утренний сон. Но, конечно, в первую очередь это у нас нарушение пищеварения идет. А дальше уже вот все, что… Вот эти причины. Это подавление позывов к опорожнению кишечника. Вообще подавление позывов организма в аюрведе недопустимо. Нельзя подавлять желание к мочеиспусканию, к опорожнению кишечника. Нельзя подавлять кишечные газы. Нельзя подавлять слезы. Нельзя подавлять чих, нельзя подавлять рвоту. Все эти подавления, если человек подавляет вот эти вот естественные свои процессы, могут приводить к развитию различных заболеваний. Что еще может приводить к возникновению запоров? Ну, это осложнение после инфекционных заболеваний или повышенной температуры. Но это чаще всего, вот особенно после повышенной температуры, это такое временное, скажем так, временный запор. Ну, неправильное питание, употребление трудноусвояемой пищи. Конечно же, стресс, бессонница, волнение, перевозбуждение нервной системы. Очень часто у многих в путешествиях случается такая вот проблематика. Вот. Либо при смене часовых поясов, если очень частые командировки. Опять же, так вспоминаем, да, что у нас увеличивает вата-дошу. А запор – это проблема, и дисбаланс по вата-дошу всегда практически идет. Вот. И человек вообще как бы путешествуя, и особенно если есть очень частые перелеты, авиаперелеты, то это, конечно, может усугублять запор. Прием синтетических препаратов, особенно мочегонных, потому что они действуют иссушающе. Снижение физической активности и недостаток жидкости в организме. Тоже столкновение слои очень часто. Люди, которые приходят с проблемой запоров, когда спрашиваешь, а сколько воды вы в день употребляете, правила говорят, ну, стакан, может быть, два. Конечно же, этого очень, это очень мало. Вот. И любят сидят на кофе, да, то есть кофе является иссушающим. Согласно Юрведе, запоры хронические, вот особенно в пожилом возрасте, это дисбаланс вата-доши. И вот, как зала, основной причиной хронических запоров, это идет недостаток жидкости в организме. Запоры могут быть и дисбалансом питы-доши. Это происходит, когда человек болеет. При высокой температуре происходит иссушение каловых масс. Вот. При застое слизистой в толстом кишечнике может быть запор с дисбалансом капха-доши. Но это тоже встречается, как правило, очень-очень редко. Какие же рекомендации я обычно всегда даю, да, чтобы устранить запоры? Конечно же, это раннее пробуждение. В 6-7 утра. Почему именно утро? Тоже мы с вами разговаривали, и вы помните, что наше время, оно тоже подвластно влиянию доши. И вот утро, это как раз именно когда у нас влияет на нас вата-доши. Вата-доши при всем своем многообразии у нас отвечает за очищение, скажем так, организма, за дефекацию, за вот эти все моменты. Поэтому вставать и пробуждение в этот период будет благоприятное, упражнение будет происходить легче. Конечно, это употребление с утра теплой или горячей воды. Кружечку или две здесь, как говорится, уже на ваше усмотрение, кто сколько может. Это упражнения, разминающие живот. Могут быть особенно, если кто-то вдруг занимается йогой. Очень хорошие есть практики в йоге. Это гнисарат хаоти называется. Это наули. Это работа с животом. Если вы хотите, чтобы ваш кишечник был здоровым, молодым, долгие-долгие годы, рекомендую там найти либо учителя по йоге, кто вам покажет, как их делать, либо посмотреть в интернете. Я уже на протяжении лет 5 или 7 каждое утро их делаю так же, как почистить зубы. Очень вам советую. Что еще? Не употреблять с утра вместо воды чай или кофе. Как уже говорила, они оказывают осушающие действия, могут провоцировать запоры. Для послабления очень хорошо можно, но это уже как бы тоже, да, в помощь использование касторового масла 1-3 чайные ложки перед сном. Именно касторовое масло очень часто многие используют различные травяные сборы сены либо каких-то других, они работают, скажем так, ну, более жестко, что ли. А касторовое масло, так как вообще масло у нас вата дошу снижает, и вот именно касторовое масло в данном случае будет более благоприятным. Хорошо проводить разгрузочные дни хотя бы 2 раза в месяц. Вот по поводу касторового масла, еще его можно втирать в нижнюю часть живота по часовой стрелке каждый день, да, и работать со своим кишечником. Можно еще за 2 часа до сна, если есть переносимость молока, употреблять горячее молоко с 2 чайными ложками топленого масла кхин. Но здесь именно за 2-3 часа до сна, то есть не перед сном. Вот, потому что аюрведа у нас что говорит? Молоко на человека влияет благосна вечером, если он пьет, но если он их пьет за 2-3 часа до сна. Если же он пьет молоко прямо перед сном, то оно у него сокращает жизнь. Вот такие вот нюансы есть. Еще хотела бы порекомендовать, вот очень здорово, мы с вами уже тоже, по-моему, я давала этот рецепт, это после еды через 30 минут выпивать напиток из фенхеля. Одну чайную ложку на стакан воды, заливается горячей водой, настаивается 10 минут и можно его пить. Кто был в Индии, наверное, видели, встречали, что когда вы заходите где-то в кафе, кушаете, в конце еды вам приносят сухой фенхель. Его можно и сухой пожевать, но он, скажем так, не очень там может быть кому-то приятен на зубах, а если мы завариваем водой, это более такой щадящий вариант у нас идет. Вот, давайте посмотрим по питанию. Что же по питанию у нас здесь идут? Продукты, которые могут вызывать запор. Мясо, рыба, птица, яйца, кофе, дрожжевые продукты, хлеб, булочки и все другие мучные изделия. Это, конечно же, рафинированные углеводы, продукты, содержащие уксус. У многих это могут быть бобовые, капуста, грибы, ну и все сухие продукты, как мюсли, чипсы и хлебцы. Поэтому в данном случае из своего питания их желательно исключить временно и наладить свой кишечник, а потом потихонечку добавлять. Но такие продукты, вот как продукты с содержанием дрожжей, продукты, которые содержат большое количество рафинированных углеводов, я бы рекомендовала их вообще исключить. Что включить в рацион? Это масла, оливковое, кунжутное, топленое, сливочное, хи, это хорошо проваренная пища, зерновые, отруби, клетчатка, сырые овощи, свекла, фрукты, чернослив. Вообще, отруби и клетчатку рекомендуют употреблять по 1-2 чайной ложки, развести на стакан воды и утром до завтрака ее выпить. Также можно делать и семена льна, тоже на 1 столовая ложка, на стакан воды заливаете горячей водичкой вечером, оставляете на ночь и на утро выпиваете. Были у меня клиенты, кто так начинал делать, и у них, в принципе, очень хорошо им это помогало. Что еще? Если человек не может сразу исключить все вот эти продукты, в первую очередь, в самую первую очередь, что мы исключаем? Мы исключаем красное мясо и кофе. И вот уже даже после исключения двух вот этих продуктов, жизнь становится значительно радостней. Посмотрим по аюрведическим препаратам. Фиторецептуры трада при хроническом запоре вот такие. Я дала промсхему. Это ублизь по 1 таблетке утром и вечером за 30 минут до еды, 2 раза в день, курс полгода. Мы говорим здесь про хронический запор. Трифалакс по 1 таблетке утром и вечером за 30 минут до еды, 2 раза в день, тоже курс полгода. Ливоблиз по 1 таблетке идет утром и вечером за 30 минут до еды, 2 раза в день. Лиосигард по 1 таблеточке после еды, 1 раз и курсом на 6 месяцев. Плюс, вот как я вам уже сказала, посмотреть, разобрать обязательно питание, полностью разобрать, исключить те продукты, которые могут провоцировать запор. И, конечно же, здесь мы еще также смотрим и работаем со стрессом. Насколько у человека выраженный стресс, есть, нету. То есть, эту составляющую мы тоже рассматриваем. Очень часто тоже сопутствующее, скажем, такое вот заболевание есть при запорах или без запоров. Это метеоризм. Метеоризм – это кишечные газы и болезненные колики. Они свидетельствуют о плохом пищеварении и образовании токсинов. И о том, что пища недопереваривалась. Это также данное расстройство характерно для высокой воды. Вот. И метеоризм может быть следствием употребления трудноусвояемой пищи, таких как бобовые, капуста, сырой лук, сладости, мороженые, жирные продукты. Либо неправильное сочетание продуктов. Это, допустим, крахмалистые продукты сочетаются с соленой пищей или белковой. Например, картошка с мясом или молочные продукты с фруктом. Ну, вернее, знаете, очень многие любят фруктовый салатик залили йогуртом. То есть, это может вызывать метеоризм. Или привычка, особенно, вот это прямо очень частая привычка, если десерт идет в конце приема пищи. Ну, кто со мной с самого начала наших лекций, вы знаете, да, секретное правило, помните, про секретное правило аюрведы, как кушать правильно, чтобы не поправляться, и не было проблем с пищеварением. Аюрведы говорят, что сладкое, десерт, да, мы съедаем вначале, потом салат, потом второе, потом суп. Вот. Тогда у вас будет все хорошо с пищеварением. Что еще? Это употребление напитков сразу после еды. Тоже очень распространенная такая привычка у нас, когда мы сели, покушали, налили чашечку чая, взяли печеньку, все это выпили и съели. Все сразу происходит у нас недопереваривание. Ну, и, конечно, стресс, беспокойство и напряжение. Куда же без этого в нашем мире? Вот. Газы и вздутие живота нередко могут способствовать вот либо запору, или поносу. И данное расстройство, как уже вот я сказала, это, конечно, слабость пищеварения. Ну, вообще сегодня то, что мы с вами разбираемся, это, конечно же, проблемы пищеварения. Какое питание рекомендуется при метеоризме? Простое умерит питание, не ездит разнообразные продукты. Так, вышно. Тут нестабильности. Ставьте пальчики, вы меня слышите? Поставьте, пожалуйста, плюсы. Кто меня слышит? Слышно ли меня? Слышно. Все, благодарю. Все, я спокойно. Слышно хорошо, отлично. Все, идем тогда дальше. Да, все, спасибо, Татьяна. Спасибо, Елена. Слышно. Да, я проверила, не уснули ли вы от моих речей. Все прекрасно, вы меня слышите. Так, значит, что? Питание при метеоризме простое, умеренное. Я называю его моно. То есть, не нужно мешать в один прием различные продукты. Либо даже если вы делаете там какой-то салат, то, пожалуйста, там не надо огурцы, помидоры, перец. Сделайте, допустим, огурчики и зелень. Или помидорчик и зелень. То есть, старайтесь есть продукты не мешанин. Конечно же, это ограничить продукты из быстрых углеводов. Это ограничение употребления, собственно, тех продуктов, которые вызывают метеоризм. И возможно употребление различных специй, таких как кардамон, фен, хелимбирь, мята, лавровый лист. Ну и не пить напитки сразу после еды. Подождать 30 минут, а потом можно, допустим, выпить чай, если есть такая потребность, либо что-то еще. Что хотела сказать? Что помните всегда про специи. Специи у нас всегда являются определенными нейтрализаторами. Они помогают перевариванию. Если вы готовите бобовые, вот очень часто у людей, ну, скажем так, именно метеоризм бывает от бобовых, потому что готовят неправильно. Либо не приучен организм. Допустим, очень часто бывает так у вегетарианцев. Переходят на вегетарианство, начинают искать, где взять белок. О, бобовые, покушаю-ка я чечевички. А до этого я ее ни разу не ел. Начинают кушать в больших количествах, конечно, скажем так, ферменты, которые выделяются, не очень здорово это все переваривают. И начинаются проблемы. В данном случае я всегда рекомендую кушать с малого. То есть приучать, вообще свой организм нужно приучить к различным продуктам. начинать кушать с одной ложки, допустим, чечевицы или там фасоли. Потом добавить две ложечки, потом три ложечки. Вот таким образом можно приучить свой организм к правилу усвоения различных продуктов. Вот у меня была такая проблема, я на себе, то есть я не могла белокочанную капусту, у меня плохо переваривалось, и некоторые бобовые. Кушаю их таким образом, но усвояемость, скажем так, стала лучше. И, конечно же, специи. Конечно же, зира, конечно же, кориандр. Это те специи, которые являются базой. Их очень здорово использовать и в тушеные овощи, и для приготовления бобовых. Если кто-то кушает мясо, то и для мяса. Ну и фитокомплекс, который устраняет метеоризм, это наш любимый трифалакс. То есть помимо того, что он содержит три основных компонента отрифала, у него еще в составе есть фенфилироза. Про фенхель говорили сегодня, рецепт давала. Это то, что как раз очень хорошо помогает при всех вот этих проблемах. Вот, идем с вами дальше. Вот таким быстрым темпом у нас заболевание геморрой. Причина геморроя, это варикозное расширение вен вокруг ануса. И геморрой, это следствие нарушения вата эпидодоши. Сразу, да, маячок. Что можно кушать, что нельзя кушать. Какие, ну это мы посмотрим попозже, причины. Причина это неправильное питание может быть. Это избыток сухой, холодной, легкой и вяжущей пищи. Это запоры или поносы. Это сидячий образ жизни. Это чрезмерная раздражительность, беспокойство и стрессы. И злоупотреблением, алкоголем и курением. А мой учитель, у которого я обучалась юрведой, он всегда говорил, если у человека есть геморрой, и человек употребляет алкоголь и курит, вылечить его будет невозможно. Только полностью, если отказаться от употребления алкоголя и курения, тогда еще с этим можно справиться. Что рекомендуется? Соответственно, исключить алкоголь, исключить пряную, жирную, острую, кислую пищу, сухую, легкую и холодную. А рекомендовано питание такое же, как мы с вами уже разбирали, которое было при запорах. То, что мы говорили, собственно схема будет здесь такая же. Потому что тоже дисбаланс идет у нас и по вата, и по пита, доши. Из аюрведических препаратов вот такая вот схема. Это трифолакс и левоблис. Трифолакс по 2 таблетки 2 раза в день, утром и вечером за 30 минут до еды, курсом 6 месяцев. Левоблис идет по 1 таблетке 2 раза в день, утром и вечером за 30 минут до еды, курс 6 месяцев. И мы плавно с вами подходим к заболеванию печени. Очень тоже распространенное. Печень вообще это у нас орган питы. Это место возникновения различных ее нарушений, как инфекционного, так и воспалительного характера. И большинство заболеваний печени, конечно же, представляет собой это состояние повышенной питы. Причина вот таких расстройств, как повышенная кислотность и язва желудка, язвенная болезнь, это может быть и нарушение функции печени и желчного пузыря. Все здесь взаимосвязано. И как мы видим, да, основные вот наши доши, которые на это влияют, это пита и вата. Как же позаботиться о том, чтобы печень была здоровой? Это, конечно же, питание в первую очередь, аюрведические препараты. Но еще здесь тоже хорошо у нас идут специи, которые улучшают работу печени. Это кориандр, фен, хелькумин, куркума, мята. Это применение горьких трав, которые будут способствовать оттоку желчи, очищению крови и удалению токсинов. Таких, как горячарка, барбарис, туванчик, золотая печать. Очень прекрасно идет сок алоэ, хлорофил, расторопша и артишок. Тут у нас немножко неправильная печатка, не расторопная, а расторопша будет. И артишок. Очень прекрасно тоже поддерживают печень. Вот, какие же, что по питанию у нас с вами, что исключается при заболеваниях печени. То есть практически при всех заболеваниях печени. Это если инфекционного характера, либо там холециститы, либо если каменная болезнь, либо гепатиты. Конечно, в первую очередь исключается алкоголь, исключается кофе, исключается шоколад и какао. Все сорта жирное мясо, это свинина, баранина, гусь, утка, говядина. Жирная, жареная пища, сало, колбаса, сосиски, копчености, консервы. Опять наши любимые рафинированные углеводы и мороженое. Вот это вот очень тоже важно. Шоколад, мороженое и кофе при заболеваниях печени, оно прям очень плохое оказывает воздействие. Здесь же мы исключаем помидоры, баклажаны и красный перец. Кефир, йогурт, сметана, сыры твёрдые, щавель, шпинат и грибы, ну и дрожжевые хлебобулочные изделия из муки высшего сорта. Что же кушать, вы скажете? Всё исключили, как же быть? Что же кушать-то? Кушать можно сырые и зелёные овощи. Прекрасно будут сок из зелёных овощей. Можно использовать различные пророщенные зёрна, как микрозелень, так и, собственно, какие-то непосредственные проростки. Прекрасно масло кхи. Вот из бобовых маш является лучшей пищей для печени. Прекрасно здесь тоже подходит три из басмати. Молоко. Именно кисломолочную продукцию лучше исключить, а вот молоко вполне допустимо. И несолёные сыры, это по типу адыгейского или козьего. Вот, бездрожжевые хлебобулочные изделия, ржаной или цельнозерновой, муки подсушенные, то есть такие, как сухарики или гренками. Супы различные на овощном бульоне, нежирная рыба, птица и цельнозерновые крупы. Ну и, конечно же, в любом случае мы используем масла. То есть масла мы здесь тоже применяем. Вот. Из аюровидических средств это будет левоблиз. Любимый всеми универсальное средство ухода за печенью желчным пузырём. То есть здесь, скажем так, без комментариев, он и регенерацию клеток печени даёт, и мягким желчегонным действием. Но есть такой нюанс, да, противопоказания, если есть камни в желчном пузыре и камни большие, то левоблиз, ну, скажем так, под присмотром врача рекомендуется применять. То есть если самостоятельно, то лучше этого не делать, потому что он желчегонит. Вот. Если, собственно, по всем мы с вами прошлись, что хотела ещё вам с чем поделиться, это рецепт кичери. Поставьте, пожалуйста, мне в чате плюсики. Кто готовил, пробовал и вообще знает, что такое кичери? Что это за блюдо такое? Поставьте плюсики, кто не знает, поставьте минус. Кто не готовил, его ни разу и не пробовал. Так, Юля не готовила, не пробовала. Жанна не знает тоже. Ага. Так. Вера, Татьяна тоже не пробовали. О, ну отлично. Сейчас я вас тогда удивлю. Вот. Ага. Хорошо. Тогда с вами поделюсь. Я думаю, что вы его приготовите. Кичери – это такое блюдо. Основа его идёт. Это рис басмати и маш. Лущёный маш. Это блюдо, оно балансирует все три доши. И оно является самым лучшим при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта и не только. В Индии, когда люди проходят панчкарму, когда в основном там запрещено всё кушать, их кормят вот именно кичери. Вот. Вот этот рецепт – это рецепт от Васан-Клада. Я его готовила вот чётко по рецептуре. Вам может показаться, что если вы не используете специи и пряности, что здесь их очень много, я вам всё-таки настоятельно вот рекомендую именно чётко по рецептуре его хотя бы один раз приготовить. Дальше, конечно, вы его можете там как-то изменить, там что-то может быть, если вы какие-то специи не любите, либо ну там, ну просто не любите, вы их можете не добавлять. Значит, что у нас идёт? Это такое блюдо, оно что-то среднее между супом и вторым. То есть по состоянию очень похоже на такой густой, наваристый суп. И очень питательный. Вот. На 4-5 порций что необходимо? Это стакан лушёного Маша, но Маша сейчас продаётся везде, я думаю, его несложно найти. Стакан риса басмати, 1 столовая ложка очищенного и мелко нарезанного имбиря, 2 столовые ложки кокосовой стружки, не сладкой тоже везде продаётся, можно взять. 1 горсть кинзы, идёт пол стакана воды. Вот. 3 столовые ложки масла гхи, 4 сантиметра палочки корицы, 5 стручков кардамона, 5 гвоздик. Это всё у нас не молотая, это идёт целиком. 10 горошин чёрного перца, 3 лавровых листа, 1 четвёртая чайная ложка куркумы, 1 четвёртая чайная ложка соли, 6 стаканов воды. Что с этим делать? Вот на картиночке, кстати, видно, вот он очень похож по своему составу, то есть, ну не похож, а вот он такой и есть. Вот. Как готовим? Маш замачиваем на несколько часов, воду сливаем, промываем рис и маш, как бы и отставляем в сторону. Дальше берём блендер, туда добавляем имбирь, кокосовую стружку, кинзу, вот по стаканчику воды и взбиваем всё до жидкой кашицы, будет такая зелёная кашица. Затем берёте кастрюлю, то есть, прям вот одну кастрюлю, где у вас всё это будет вариться. Добавляете туда масло к хи, разогреваете его, потом добавляете все целые специи. Корицу, гвоздику, кардамон, перчик, лавровый лист и пассируете до появления аромата. Это буквально, ну не больше минуты у вас где-то займёт. Дальше вот к этим специям вы добавляете содержимое блендера, то, что взбили, где у вас имбирь, кокосовая стружка и кинза. Добавляете куркумы и соль, всё это помешиваете и пассируете до светло-коричневого цвета. Ну приблизительно там, ну минутки три ещё может быть. Потом добавляете маш и рез, всё это перемешали, влили 6 стаканов воды и довели до кипения. Поварили 5 минут, потом огонь уменьшили намедленно и варите ещё около там приблизительно минут 25-30. Всё, прекрасное блюдо кичери готово. Очень рекомендую приготовить и попробовать. Вот, очень питательное, очень полезное. Ну а на сегодня, на этой радостной ноте, этим радостным рецептом я заканчиваю наш вебинар. Стандартно, мои контакты. Если возникают какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, я всегда открыта к общению. Сейчас мы перейдём с вами к вопросам. А я быстренько напомню про куркумин. Обязательно зарегистрируйтесь и приходите на презентацию Нитина Агровала. Давайте посмотрим вопросы. Ой, вопросы. Так, Татьяна задаёт вопрос. В лекции питания по дождям вы сказали, что арахис вообще не показан ни одной из дождь. Прокомментируйте, пожалуйста, он вреден, безвреден, бывает ли он полезным, или его нужно как-то правильно готовить, и что скажете про натуральную арахисовую пасту без добавок. Скажу по поводу арахиса следующее. Особенно арахис не полезен, когда он обжаренный в соли. Чаще всего он у нас продаётся обжаренный в соли. Аюрведа его, да, не рекомендуют всем трем дождям, так как он считается, ну, скажем так, может вызывать наличие токсинов, и поэтому его не рекомендуют. Хотя есть, скажем так, школы аюрведы бывают разные, я знаю другую школу, не в той, где я училась, они арахис рекомендуют кушать, потому что он там содержит большое количество железа, при анемии хорошо помогает, но, скажем так, всё это умеренно, и главное, чтобы он был не обжаренный и не в соли. Так, ещё вопрос Наталья Павловна задаёт, как вы относитесь к квашеным солёным овощам, капусты, огурцы, помидоры, яблоки и другое, а также ваше отношение к салатам из морской капусты? Я очень люблю квашеные овощи и морскую капусту, и, собственно, и салаты с неё. Квашеные овощи, капуста, огурцы, помидоры, особенно капуста, является очень хорошим пробиотиком. Её рекомендуется кушать на обед, одну-две столовые ложки, заправленное маслом. Вот, ну и здесь тоже смотрим, да, если у человека повышенная пита, ну, прям, хорошо повышенная, то ему, конечно, солёные не очень рекомендованы, так же, как и при повышенной капхе, потому что соль в данном случае при капхе может задерживать воду, вызывать котёчности, но если это идёт в обеденный перерыв и небольшим количеством, то допустимо. К салатам из морской капусты. Есть морская капуста, которая продаётся в различных уксусных заливках, она, конечно же, будет увеличивать питу, и для неё будет не полезно, потому что, ну, просто из-за содержания уксуса. Есть морская капуста, которая продаётся свежее мороженое, её можно там отварить и сделать салат. Она прекрасно практически подходит для всех дож. Так, Татьяна задаёт вопрос. Скажите, пожалуйста, если я не ем сливочное масло кхи, то кичери уже не получится, правильно? Татьяна, вы можете заменить тем маслом, которое вы едите. Вы можете добавить то масло, которым вы пользуетесь, вместо кичери. Оно у вас получится, просто будет немножко другое по вкусу. Но это тоже всё допустимо. Так, вопросов у нас больше нет. Нет, я благодарю всех участников. Так, вопросов нет, нет вопросов, больше нет. Благодарю, что были сегодня с нами. Спасибо всем, кто пришёл. Очень надеюсь, что для вас было полезно и немножко новой информации вы взяли для себя. Обязательно применяйте. Любая информация будет полезна только в том случае, если вы её будете применять в вашем быту, в вашей жизни. Всех благодарю. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...